Клоны-солдаты имеют очень сложную миссию захватить город-крепость, которая находится под контролем Конфедерации Независимых Систем. Вот и на связи. Поддержи видеоролик лайком, а канал, естественно, подпиской. Начинаем смотреть на эту мясорубку. Приветствую тебя, гражданин. Империя нуждается в доблестных защитниках Родины. Эхо сепаратизма все еще гуляет по галактике, мешая распространению нашего нового порядка. Восстания подрывают деятельность мирных городов и секторов, наводя смуту. Вступай в ряды имперских вооруженных сил. Вместе мы приведем империю к процветанию. Все ссылки будут в описании. Мясорубка, естественно, будет лишь с одной стороны. Это с Великой Армией Республики. Я думаю, не стоит объяснять почему. Постоянно мне приходят, знаете ли, такие жалобы. Ну хватит уже. Почему только дроиды? Есть ли зарисовки Вархаммер против Звездных Войн? Почему только армии вселенных Вархаммер 40 тысяч идет наступление? Почему клоны всегда в обороне? Я решил снова вам уступить. В последнее время я очень добрый и часто вам уступаю. И сделал армию конфедерации независимых систем, то есть дроидов, в обороне. Ну а клоны пусть идут и попробуют прорвать сложнейшую, хитро сплетенную, на самом деле нет, оборону, пусть будет оборону конфедерации независимых систем. Как видите, здесь присутствуют дроиды Б2 или Б2, дроиды Б1 или Б1. Как хотите, так и называйте. Пушки. Немножко я не понял, какие они. То ли артиллерийские, то ли прямой наводкой. В общем, напишите, будет интересно прочесть. Танк АААД. Дроиды Дварфы или же Пауки. Ну и немножечко, небольшой совсем гарнизон этого города. Города крепости. Как видите, здесь сил было очень мало, потому что все эвакуировались. Вспоминаем мультсериал Звездные войны, войны клонов. А у армии геномодифицированной имеется тоже техника. Это шагоходы ИТ, ИРТ, легкие, если мы смотрим на тяжелую артиллерию. Это АТТ-Е или ИТТ. Ну и в принципе все. Кстати, штурмовать сегодня будет 104-й элитный батальон под командованием, естественно, офицера Вульфа. Ну что же, вы можете сделать свои ставки, как всегда, в комментариях. Мне будет бесконечно любопытно почитать. А мы с вами начинаем. Вот и начинает свою атаку клоны из 104-го. Сколько же взрывов с самого начала. Давайте наслазимся этим ужасом. Как вы можете заметить, некоторые дроиды пошли в контрнаступление. Интересно, на что они вообще рассчитывают. Как по мне, их очень быстро довольно ликвидируют. Лучше бы они стояли где-нибудь там, но... Ладно, это все-таки бидоны. Ух ты! Какая, знаете, красивая картина! Слева техника Великой Армии Республики. Ала-АТТ-Е! И тут падает где-то пушка дроидов. Довольно неплохо. Забавно, как был уничтожен этот легкий шагоход. Смотрите, у него просто оторвало, ну, скажем так, ногу. Часть левого механизма. Но, к сожалению, не успели посмотреть, как баталия выглядит от лица обороняющихся, потому что это тоже не менее интересно. И, кстати, всех уничтожили. И только здесь дроиды Б-2, знаете, так в стране ни при чем. Может, не знаю, механизм у них сломался, непонятно мне. Ну и много довольно-таки клонов выжило, хотя тут взрывы. Еще где-то дроиды отстреливаются. Но теперь осталось... Неплохо, неплохо. Но теперь остался лишь гарнизон, который будет составлять основу обороны. Давайте посмотрим, как пройдут силы республики через мост. Кстати, по звукам, да, по звукам и, на самом деле, этот взрыв шагохода уничтоженного забрал с собой несколько жизней воинов республики галактической. Ну что, ребята, покажите, на что вы способны дальше впереди. РК, кстати, тоже бойцы, несколько этих элитных подразделений было выделено в Ульфу для штурма этого важнейшего города. Два бойца, смотрите, уже проходят через мост. По всей видимости, к сожалению, здесь заело орудие, но и почему-то не видят друг друга. Ага, вот, ох, ох, расстреляли. Расстреляли бедного клона. Ну а теперь все вот этой массе предстоит перебраться через мост и показать, что они из себя представляют. Все-таки элитные подразделения 104-х. Давайте посмотрим, что будет. Все тяжелые шагоходы, кстати, были... Выжили. Успешно. Пилоты не сплоховали, молодцы. Вот здесь клоны справа заметили дроида. А, нет, другого. Я подумал, что тяжелых Би-2. В общем, отвлекли их они на время. Но опять-таки, еще раз скажу, на время. Я не оговорился. Продлагаю все это ускорить. И, как видите, по карте можно заметить, что... Дроидов довольно мало осталось. Но будем учитывать, что они находятся в оборонительной позиции. И, видите, в такой, да, напоминает ситуацию со спартанцами, когда те от Орта оборонялись здесь. Не слишком важное количество. Потому что, во-первых, это количественное превосходство. Надо еще перевести все через мост. А, во-вторых, ширина такая, что нельзя использовать все войско сразу. Поэтому у дроидов здесь превосходство, конечно. Вот, видите, здесь пулемет, бойцы. Естественно, они здесь будут как ручеек выходить. И дроиды будут их расстреливать с двух сторон. Но посмотрим, как это все будет на деле. И, как видим, клоны немножко отвлеклись от цели. Их завлекли некоторые бойцы. Но, вроде как, уже идут вперед. Я даже предлагаю ускорить в 10 раз. Потому что клоны это такие ребята, которым надо чуть-чуть помочь. Ух ты! Их еще и задавили свои же, вы представляете? Да, бывает на войне и такое. Все, все бывает. Итак, они уже идут вперед. Давайте, ребята. Покажите, как вы занимаетесь штурмом. И мешает еще, конечно же, вот этот танк. Тоже такая помощь, преграда, знаете ли. В общем, я немного решил помочь клонам, чтобы они пошли в атаку. И вновь начинается перестрелка. На этот раз штурм. И вот теперь посмотрим, насколько действительно подразделение 104-х элитное. А может и, наоборот, совсем обыкновенное. Но пока что они действительно делают хотя бы маломальские успехи. Ух ты! Ух ты! Довольно неплохо, слушайте. А основная масса только идет. Но и у дроидов это не последняя сила. Потому что здесь еще есть несколько железяк справа. Несколько слева. Да и в конце концов надо пройти еще вот этот... Вот эту арку, этот... Вот этот, скажем так, мост. Поэтому все еще только впереди. Идет перестрелка! Смотрите, красное... Синее свечение. Все очень красиво, особенно в этой темноте. Но все-таки, как я и говорил, дроиды расстреливают эти волны клонов. Не знаю, будут ли они далее, клоны, использовать такую довольно-таки примитивную тактику. С закидыванием пока что я вынужден констатировать мясом. Но по всей видимости, да, смотрите. Тем не менее, они прорываются. Но правый фланг довольно выгодной позиции. Он прямо, знаете, в таком крутом повороте находится и удачно отстреливает противника. Знаете, отбивает, как мясник, кусок жирного такого мяса. Но слева, конечно, если смотреть от лица клонов, у них намного ситуация выгоднее. А справа все очень плохо и критично. Давайте, ребята, вперед! Ну же! Да, они не могут использовать технику, потому что она не пройдет здесь. Мост слишком узкий. Придется своими силами, ребята. Придется тем, что имеете. Винтовка и вперед, как говорится. Ну и карабин, конечно. Но пока что, знаете, их отстреливают, к сожалению. Пытаются идти, но, увы, не получается. Знаете, у них единственная теперь надежда на то, что у дроидов просто закончатся боеприпасы, хотя это вряд ли. Ибо гарнизон довольно-таки неплохо запатится. Но и немало клонов осталось в живых. Видите, целая толпа, которая только на подступах к городу. Но пока что, увы и ах, все довольно-таки печально выглядит для Великой Армии Республики. Их просто банально расстреливают. Никто еще не додумался кинуть гранату. Бывает и такое. А можно было бы прорваться и сюда, потому что дроидов здесь осталось уже не так и много. Один, два. Да нет, вроде даже один, только два и, в принципе, все. Так, клоны решились на штурм. Что вы делаете, сумасшедшие? Отстреливайтесь. Ну, ладно, хотя бы, хотя бы несколько бидонов они уничтожили. И то хорошо. И здесь слева. Ну, если смотреть от их лица. Неужели вы, наконец, смотрите. Да. Они, наконец, завершают, по всей видимости, штурм. Здесь осталось четыре дроида. Но клоны тоже уничтожаются. Здесь подходят другие, но могут опоздать. Неужели, неужели для дроидов это все? Смотрите. Да, все, они уже зашли вглубь. По всей видимости, дроиды не смогли удержать здесь оборону. И что же, я могу поздравить фанатов 104-го элитного действительно подразделения, потому что офицер Вульф вместе со своими парнями действительно смог захватить этот город-крепость. Еще раз поздравляю вас. Ну, а это конец видео. Обязательно подпишись и поставь лайк. С тобой был Ото. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok